приветствуем всех на канале крипто комманс и в эти выходные дни мы не могли сидеть ложа руки так как чувствовали абсолютную необходимость сообщить вам самые свежие и актуальные новости поэтому в сегодняшнем выпуске мы вам расскажем о том что fidelity собирается создать spot эфир и теев присоединяясь к black rock в расширении ставок на крипто аналитики bloomberg ожидают задержки всех и теев из-за двух отложенных секс под bitcoin и теев а coinbase представила новый протокол для ончейн платежей и завершит наш выпуск аналитик рынка от джорджа танго оставайтесь с нами и так fidelity собирается создать spot эфир и теев присоединяясь к black rock в расширении ставок на крипто управляющий капиталом гигант fidelity намерен создать биржевой фонд содержащий эфир согласно заявлению в пятницу присоединившись к конкуренту black rock по укреплению позиций в крипто и теев фиделити будет зарегистрирован на бирже принадлежащий seboe global markets опубликовавший сообщение из которого и стали известны подробности и теф аналитик из bloomberg джеймс сейфорд в своем твиттере сегодня опубликовал сообщение в котором указал что насколько ему известно они стали седьмым заявителем на spot эфир и теев вот первые шесть ванок арк-инвестор 21ш с хашдекс grayscale инвеско и айшерс и тф содержащий биткоин или эфир крупнейшей криптовалюты могут по мнению оптимистов резко потрясти крипто рынок их как правило легче купить чем криптовалюту обычный брокерский счет дает инвестору доступ ко всем видам и тф которые торгуются также как акции и отслеживают активы начиная от всего фондового рынка и заканчивая золотом кукурузы и сахаром так что в теории это может привести к наплыву новых инвестиций в цифровые активы особенно благодаря маркетинговому весу таких известных компаний как fidelity и blackrock и несмотря на то что в данном вопросе мнение некоторых специалистов расходятся сложно отрицать тот факт что приток новых средств в рынок не вызовет его рост и хоть список сек на одобрение и теев продолжает расти найти объективные причины для отказа этих заявок довольно сложно в любом случае как мы с вами знаем вода камень точит аналитики bloomberg ожидают задержки всех и теев из-за двух отложенных секс под bitcoin и теев решение комиссии по ценным бумагам и биржам сша сек об одобрении заявок на спотовый bitcoin и те франклиана темплтона и global x были отложены данный шаг связан тем что обе компании подали свои первоначальные заявки позже чем другие имитенты bitcoin и теев что задержало подачу обновленных заявок всех сша и теф аналитик bloomberg джеймс сэффорд заявил что период комментариев всех по заявкам на bitcoin и теев должен начаться и продлиться не менее 35 дней так что криптоинвесторам придется подождать еще немного пока сек решит одобрить ли первый биржевой фонд в сша который будет напрямую хранить биткоины старший аналитик bloomberg и тф эрик балку нас также отметил что сек может отложить выпуск всех спотовых bitcoin и теф а тем временем сек начала вести переговоры с биржами на счет bitcoin и теф по обеспечению наличия средств всех попросят их принять необходимые поправки уже в ближайшие недели здесь важно отметить что последнее действие сек о котором мы только что сказали поднимает шансы принятия и теф практически до 100 процентов более того это также означает что положительное решение будет принято уже очень скоро coinbase представила новый протокол для он чейн платежей ведущая крипто биржи сша coinbase запустила новый протокол для он чейн платежей новый протокол платежей он чейн payment протокол с открытым исходным кодом представляет собой обновление продукта coinbase commerce согласно официальному сообщению новый продукт упрощает и стандартизирует он чейн платежи для валют доступных сетях base полигон и других использующих виртуальной машины эфириум предлагая платежи без волатильности и низкие комиссии за транзакции поскольку исходный код протокола открыт другие платежные системы организации могут использовать его и создавать доступные шлюзы для он чейн платежей позволяющий любому у кого есть подключение к интернет получать и выполнять переводы по всему миру платежный протокол coinbase он чейн предоставляет продавцам использующим крипто ряд преимуществ таких как мгновенные расчеты по платежам поддержка множества сетей и полностью готовые интеграции недавно биржа запустила продукт base которая превратилась в одну из крупнейших масштабируемых сетей второго уровня на эфириум конкурируя с такими сетями как арбитрум и оптимизм таким образом американская coinbase шаг за шагом превращается в компанию предоставляющие решения которые становятся базы или фундаментом для множества других компаний и это абсолютно другой подход к увеличению размера бизнеса по сравнению с ее основным и крупнейшим конкурентом а для нас с вами увеличение конкуренции и сокращение монополизации только на руку и завершает сегодняшний выпуск обзор происходящей ситуации по рынку крипто своей экспертизы по текущей ситуации поделится наш сегодняшний гость джордж танк джордж тебе слово знаете что то как сейчас биткоин показывает свое движение несмотря на огромное количество волатильности до речь про последние два дня вверх вниз до было много волатильности но главное знаете в чем когда вы укрупняете картинку то понимаете биткоин делает то что должен будет много подъемов и падений их всегда постоянно и много так но bitcoin продолжают формировать восходящие низы и восходящие верха продолжает двигаться потому что все больше и больше людей понимают что это лучше для хранения актив и все больше и больше людей его начинают хранить а базовые показатели биткоина продолжают становиться только лучше и в итоге количество маленьких кошельков возглавили это движение кошельки с количеством меньше одного биткоина то есть обычные розничные инвесторы увеличили свое количество да так то объем содержащихся там биткоинов вырос на полтора миллиона при этом только лишь за последние полтора месяца так что розничные инвесторы прибывают и возглавляют этот поход до крупные киты приросли не так сильно но розница возглавляет путь потому что это полет к качеству в безопасную гавань это именно то что происходит плюс розница не глупо они видят как цена постоянно растет и на 89 процентах пути к ближайшему холвингу когда они видят то что происходит после события холвинга глядя на эти графики они становятся настроены очень и очень побычье прямо вот здесь мы так так близки и в этот момент когда пришло время загружаться накапливая сатоши вот так просто все очень просто джордж спасибо за аналитику комментарии и выводы все очень понятно и хоть это и не финансовый совет покупать именно тогда когда страшно в большинстве случаев является самым правильным решением почему да потому что именно так рынок и устроен вот такие дела и на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся желаем вам хороших выходных и нажатия кнопочки лайк под этим видео до встречи в следующем выпуске и всем пока